Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас очень удивительные наушники. Скорее всего, вы много у кого их увидите, потому что их сейчас бесплатно рассылают. И это наушники от Xiaomi. Но наушники необычные, непростые. Я их уже протестировал. Видите, тут уже я так топорно заклеил. Просто показать, как это все дело пакуется. Это наушники со спасением для айфонщиков. Да, на айфоне же... Ну сейчас он... Окей. Они могут записывать голосовые сообщения. То есть вы можете разговоры записывать. И сейчас андроидские такие... И чё? Ну я могу тоже на андроиде записывать входящие звонки, всё окей. На айфоне этого нет. И вот это ключ к решению этой проблемы. То есть эти наушники на айфоне позволяют записывать ваши разговоры. Причем об этом они не уведомляют ничего. Да, заранее. Извините за мой голос такой. Я простывший, болею, у меня вот так вот всё-таки забито. Короче, ладно. Погнали. Значит, зовутся они наушники от Xiaomi. Зовутся они Ziaudu или типа того. Ну Xiaudu кто-то назовет. Короче, зайду пускай. Зайдут. Они зайдут по-любому. Очень хорошие наушники, сразу скажу. Зовутся они Deux Smart Buds Pro. Значит, чё по самим наушникам? Мне понравилось то, что их хватает на 30 с гаком часов. Написано 35, брехня. Их хватает на 30 часов. Написано, опять же, 7 часов воспроизведения музыки тоже брехня. Хватает на 6 часов. Без активного шовоподавления, с активным шовоподавлением. 4 часа с гаком, там, 4,5. Выглядят они замечательно. Вот просто хороший, качественный пластик, никаких вопросов. Снизу Type-C. Здесь написано Ziaudu. Здесь у нас написан, значит, светодиодный, значит, индикатор. И клавиша, значит, утоплена здесь сбоку у нас справа. Также у нас в комплекте имеется кабель, да, и у нас несколько амбишюров. В принципе, амбишюры неплохие. Я ничего против не могу сказать. По наушникам. Сами наушники выполнены в виде AirPods'ов Прошек, да. То есть, вот такие вот ушки. И сейчас, наверняка, ценник будет у них около 100 баксов. Но потом они пойдут, там, 75-79 долларов будут стоить уже по скидкам. И вот за эти бабки, эти наушники, я вам хочу сказать, даже звучат нормально. То есть, мы можем уже поговорить, скажем так, о качестве, да, звука. То есть, там, хороший бас. Но, но, сразу же, то, что мне бросило в глаза, я запомнил это. Это засёр идёт, когда поднимаетесь на процентов 90-80. Если не говоря уже о 100% громкости. Идёт прям засёр. Это откровенно слышно. Что тут, как говорится, вы сами когда их закажете. Если вы будете их заказывать, да, послушайте. Далее. По громкости. Великолепные уши. Никаких вопросов вообще нет. То есть, они действительно громкие. Не такие громкие, конечно, как Сэб. Это те же самые. Но, бахают они достаточно хорошо. И по качеству звучания, ещё раз говорю, мне середина здесь очень понравилась. По посадке. Но, внимание, как они сидят. Они уже подсоединены к айфону. Вот, я их сейчас буду с айфоном. Потому, что я их с самсунгом тестировал. Никаких вообще вопросов нет. Но, как бы, смысл их покупать только ради того, чтобы они звучали хорошо. Сейчас они подключены, значит, через активное шумоподавление. Вообще подавили. То есть, я подумал, нифига себе. То есть, у них, видите, хорошо затыкивают. Активное шумоподавление и режим прозрачности здесь нормальные. Вот. Трансперенси мод, так называемый, да, эффект проницания. Не лучший. И не лучшее здесь, скажем так, активное шумоподавление. Но, данные уши за свои бабки очень даже хороши. Придем к приложению, да. Это же самая главная здесь штука, правильно? Приложуху, кстати, вы можете скачать здесь по QR-коду. То есть, вот здесь, где-то на этой, по-моему, странице. Да, вот. Подносите. Пиу-пиу. Пожалуйста. Здесь все на русском. Как это подключается? Очень просто. Включаешь Bluetooth. Подключил. Зашел. Все. Вот они у тебя подключены, да. Вот. У нас вот такая приложуха, где показывает заряд у вас, значит, все дела. И, внимание, здесь самое главное, что здесь есть. Это встроенный переводчик 40 языками. Это интересная штука, я продемонстрирую. И Call Recording. То есть, запись разговоров. Это нужная штука. Далее, я объясню. Здесь еще есть управление, значит, тем самым активным шумоподавлением. Либо Transparency Mode. Ну, нужно воткнуть. Далее. Здесь, опять же, есть тест. Как они у вас сидят. То есть, ты втыкаешь их вот так вот. Ну, давай я тебе покажу. То есть, ты их воткнул. Ага, они сели. AirTips. Sound. Та-да. И все. И пошел. Старт. Саундтрек какой-то, как будто из многоточия, знаете. Такой древнючий старый. Вот. Ну, короче, все. Они сказали, что у тебя все окей. Далее, ты можешь, опять же, настраивать сжатие и тому подобное. И внимание. Что мне понравилось в этих ушах? Это то, что в них можно управлять громкостью. То есть, ты можешь вот такими вот движениями убавлять, прибавлять громкость. Ты можешь сжимать, нажимать, переключать треки. То есть, у тебя вот такая шляпа, как и в поцах. Вот это единственное, что мне не зашло. Потому что мне все-таки тапами и поглаживанием проще, чем вот эта вот сжималка. Ну, не знаю. Вот. Опять же, левый, правый здесь можно переназначить, все дела. Но. Но. Самая фишка, что мне здесь зацепило и зацепит любого айфончика, это запись. Это, считай, блин, шпионские... Можно прям так и назвать. Шпионские наушники для айфона с возможностью записи разговора, да. Смотрите, следующая фишка. То есть, я их сейчас достал, не нужно в приложение еще заходить. Допустим, я хочу позвонить, допустим, ну не знаю, 0611 давайте, да, это будет у нас. Смотрите. Такс. Пошел звонок. И... БАМ! Вы видите, да? То есть, вот сейчас мой разговор. Ну сейчас, вы-то не слышите, что происходит. Сейчас она скажет, что коронавирус. Ну. Вы-то не слышите. А я-то слышу, что она говорит. А теперь я специально их уберу в кредл и послушайте наш разговор. Вы видите, да? То есть, вот сейчас мой разговор. Меня добрый вечер. Секундочку. Готовлю информацию по вашему номеру. К сожалению, вирус и карантин есть ли свое место и на время... Вы понимаете, в чем прикол? То есть, вы теперь можете и не уведомление. Не употребляет никого вообще от того, что вы записываете. То есть, эти уши. И не надо ничего делать там. Знаете, через приложение заходить. Просто при звонке нажимаешь на верхушку, все. Разговор начинает писаться. Никто не знает, что вы пишете. На айфоне теперь возможно. Аллилуйя. Мне кажется, когда-нибудь... Хотя нет, политика, мне кажется, не разрешит это сделать. Вот. Но теперь эта возможность есть. Ты теперь на айфоне можешь записывать разговоры. Отличная вещь. Далее, далее. Смотрите, какая штука здесь есть еще. Это онлайн-переводчик. Да. Прям через интернет все педали. Сейчас они быстро подсоединятся. Да, он уже коннект. То есть, видите, насколько они быстро цепляются к айфону. К андроиду вообще легко. Кстати, по кодекам AAC, SBC. Все. Никаких aptX-ов, ничего нету. Итак, смотрите. Intelligent Interpretation. Да, Interpretation. Ёпта. Короче, здесь есть вариант вот такой. Т.е. Ты можешь просто говорить что-то, допустим, на русском. И он будет переводить на английский. Ну, на русском, например. Привет, друг. Как дела? Привет, друг. Как дела? Когда будет следующая распаковка? Т.е. видите, да? Эй, мэн, как ты? Т.е. он всё переводит спокойно. When is the next unpacking? Ну, unpacking, а боксинг. Он спокойно тебе переводит. Но есть ещё другая приблуда. Вы можете спокойно, прям онлайн, она будет проговаривать вам. Смотрите, здесь есть, делится на два поля. Т.е. Russian Display Area и English. Т.е. у вас русский язык и английский язык. Вы выбирать можете всё что угодно. Ну, у Глеба Олейника что-то вышло. Вы можете выбирать и сербский, какой там угодно. Т.е. без разницы. Т.е. 40 языков, тут есть куча всего. Допустим, с русского на английский. И он будет диктовать и говорить ещё, проговаривать это в наушнике. Т.е. я говорю... Ну, допустим. Привет, друг, как дела? А, как дела? Друг, как дела? Когда следующая распаковка? Тупид. Хотя переводит, вы видите? Когда будет следующая распаковка? Ну, ты понял. Т.е. нужно грамотно ещё задавать. Ну, т.е. она говорит прям по переводу. Т.е. ты можешь дать человеку ещё наушник свой, и он будет понимать, о чём разговор. И сразу же делится. Т.е. вот такая удобная штука. Нужна ли она вообще сейчас кому-то? Не знаю. Не уверен. Вот. Но в плане, например, если ты в какую-то страну попал, да и тебе нужно на каком-нибудь албанском говорить, а ты не умеешь. Пожалуйста, ты сказал. Как-то криво-косово. Он тебе переведён. И тот может ва-ля-галю, ва-ля-у-лю и тебе бах, тебе. О! Входящий звонок. И ещё один минус я здесь нарыл относительно вот этого перевода. Невозможно оттуда просто выдрать вот этот кусок переведённый. Т.е. текст, который там переводится, его нельзя выдрать. Это надо додумывать обязательно. Вот. И плюс ещё здесь я забыл сказать, что... А! Здесь нет беспроводной зарядки. Вы будете по проводам её заряжать. Здесь есть, ну, естественно, проводная зарядка. Но она как? Т.е. если вы наушники сюда закинете на, по-моему, 10 минут ориентировочные. Ну, на 12 я закидывал. Полтора часа звучание вам обеспечено. Полтора часа ближе, там, вот, к двум, например, да? Т.е. этого вам будет достаточно. И относительно шумоподавления и... Да что такое? Задолбали. Вот сегодня в звонке. Относительно шумоподавления и прозрачного режима я уже сказал. Т.е. здесь оно не особо крутое. Т.е. среднячок. За эти бабки это очень хорошее предложение. Я считаю, что вот эти ушки даже звучат поинтереснее, чем те же самые... Зимиай Пурпоц. Они погромче, многим будут заходить. Вот теперь я знаю, что замена будет вот этим самым Зимиай. Что то Сиоми Зимиай, что это Сиоми, но Сеоду. Но здесь еще и фишка для эпломанов прям вообще зашибись. Т.е. запись разговоров. Давайте что-нибудь вам поставлю, чтобы хотя бы как-то было понятно. Понятно, да? Как вот через... Ну ты понял. А, да, кстати, вот так они звучат. И у них работает тот самый сенсор, да, нахождение. Всё, перестают работать. Т.е. вот так вот примерно они... Ну это опять же, да, то есть вам лучше слушать. Но, поверьте моему опыту, звучат они очень хорошо. Мне нравится, как звучат. И что касательно этих ушей, я могу, скажем так... А, ну микрофоны, микрофоны. Затестим, сейчас я вам покажу. Они коннектятся моментально. Микрофончики, давайте я вам запишу сразу микрофон. Извини, я откину шум подавление и не слышу тебя. Давайте я вам запишу свой гундосенький голос. Да, давайте я вам запишу свой гундосенький голос. Ну давайте. Ну чё, поехали. Вот сейчас ты слышишь меня с моим гундосеньким голосом. Да, то есть сейчас шумят на фоне эти самые, да, октобоксы, все дела, вентиляторы. Ты меня сейчас слышишь. Я спокойно разговариваю, я не кричу ничего. Давайте я попытаюсь покричать чуть-чуть. Та-ра-та-ра-та-та-тай. Чуть-чуть пошептать, чтобы не понятно. Будет ли шум. Микрофон, естественно, шепотом. Вот так вот как-то пишут эти микрофоны. Забегая вперёд, ещё ни один человек не сказал мне, что чувак, ты чё там по гарнитуре какой-то конченной говорит. Ещё ни один мне такого не сказал. Ну вот, теперь как бы всё рассказал, да, то, значит, начиная от того, сколько они работают, значит, от кейса, значит, сколько они, один заряд у них, да, я сказал, я сказал, что при активном шумоподавлении 4 с лишним часа вместо там 6 там с гаком, да, то есть урезается, естественно, функция работает, да. По качеству активного шумоподавления и эффекта проницания это нормально. Это не, скажем так, я слыхал и получше, это не лучшее, но это нормально. То есть не ждите от того, что вы возьмёте, это будет как тех же самых B&O, да, допустим, либо Бауэрсон Вилкинсах, Сониках там, я не знаю, анкерах и тому подобное, но это очень близко, очень хорошо, вот. Нету вот этого, скажем так, умного, умного активного шумоподавления, которое ловит, знаете, адаптивное такое, которое вычленяет. Это просто вкл-выкл, но вкл-выкл нормальный. Прозрачный режим не раздражающий, потому что в тех же самых анкерах, которые за 2013-14, вот там он какой-то пластиковый. Здесь умегрили сделать нормально. И по, скажем так, минусам могу отнести то, что здесь, возможно, глянец он будет тереться, все дела, но я из квартиры не выходил, я болел, вы слышите, как я до сих пор говорю, да, вот. Но вот глянец может царапаться, возможно, кому-то они покажутся громоздкими, но вот у меня они вот, вот такие вот. Для меня это не кажется большими. И минус то, что здесь нет беспроводной зарядки, хотя многие мне говорят, что «Ой, да иди ты в топу со своей беспроводной зарядкой, чё ты пристал к ней?» А вот мне нравится, например, в Самсунге, прихожу, ты их положил, всё, они заряжаются. Есть же, хорошо же, когда есть выбор, когда ты воткнул ему в жопу, либо ты его положил на спину, да, прям тут позвучало как-то. Ну, ну ты понял, да, у тебя есть выбор. Хорошо, когда он есть, когда у тебя только это, это, ну вот. И основная фишка, вот окенная, это запись разговоров, да. Переводчик, ну так себе, фишка прикольная. То есть, ну, когда-нибудь, возможно, кому-нибудь это пригодится. А вот запись разговоров, если ты прям шпион, Джеймс Бонд 006 какой-нибудь там, тебе, братан, это подойдёт. И опять же, я же говорю, вот китайцы приходят опять на помощь. Уже сколько просят Эппломаны, да, включите нам в айфоне запись разговоров, пожалуйста, сделайте. Уже джейлбрейки делали даже всё. А тут, пожалуйста, китайцы скажут, ну ладно, снизойдём до вас, Сейчас сделаем вам наушники, будете бы хоть так пользоваться. Ну, красавчики. Мне зашли. Как-то так. Пока! Вот так они называются. Вон, видишь, Ксиадоу. Это Хламидоу. Хламидий. Хват. Хламидий. Хламидий, я знаю что-то. Хват. Хламидий. Финкл. Том. О thing Home. Сейчас я всё.